Сейчас я расскажу вам детектив, сюжет которого разворачивается прямо здесь и прямо сейчас и называется заключение коллективного договора в городской поликлинике номер 52 Выборгского района города Санкт-Петербурга. Итак, в поликлинике издается секретнейший приказ о комиссии по составлению коллективного договора, в которую входят 5 человек от администрации и 5 человек типа от коллектива. Почему типа? Да потому что включены заведующие отделениями, такие как Горецкая и Малаховская, которые полностью зависят от администрации. И вот ссылаясь на статью 39, они освобождают себя от работы для написания проекта коллективного договора. Это настолько секретно, что ни Горецкая, ни Малаховская не знают о том, что они освобождены от работы и пишут проект этого коллективного договора. Почему это так? Это будет понятно из разбора в следующем ролике. Именно проект коллективного договора от администрации городской поликлиники номер 52. Параллельно в больнице идет игра в демократию. Так как у нас в карманном профсоюзе возглавляемой Горецкой всего лишь 31 человек из 460, было решено избрать делегатов на конференцию от каждого коллектива, непосредственно от нашего коллектива скорой помощи. Идет 3 человека, включая меня. Спасибо коллективу за оказанное доверие. Я периодически ходил к нашему юристу спросить именно список делегатов от всего коллектива городской поликлиники номер 52, но до сих пор этого списка нет, потому что, вы понимаете, все секретно. Но в конце мая мне все-таки удалось увидеть этот секретнейший приказ у нашего юриста, отсканировать мне его не дали, потому что он секретнейший. Но из этого приказа стало понятно, что весь коллектив в городской поликлинике номер 52 решили прокатить мимо заключения коллективного договора. И вот на собрании первичной профсоюзной организации действия мы решили легализовать свой профсоюз, потому что до данного времени он был на нелегальной основе. Так как первую профсоюзную ячейку, которую мы организовали полтора года назад, разгромили, то есть все члены этой ячейки подверглись травле, и большинство просто уволились из поликлиники. И вот на собрании первичной профсоюзной организации мы решили легализоваться, но засветить только меня, потому что, по большому счету, все равно сколько человек мы засветим, потому что наша основная задача профсоюзу, чтобы участвовать именно в подписании коллективного договора, а для этого все равно три человека или 30 человек, все равно от нас будет всего лишь один делегат по закону. Находясь на нелегальном положении, мы не сидели на месте и прислушались к советам старших товарищей по профсоюзной борьбе. А именно первое, не надо вылезать, пока вы маленький профсоюз, иначе сожрут. Второе, пока у вас нету реальных целей и реального плана до достижения этих целей, не высовываетесь, вас сожрут. Третье, не надо изобретать велосипед, воспользуйтесь опытом старших товарищей, такие как МПРА, докер, авиадиспетчеры. И четвертое, пока вы находитесь на легальном положении, вы незаметны, вы можете свободно ходить по коллективу и распространять свои идеи. Чем мы и воспользовались, то есть мы прибегли к помощи юристов из профсоюза действия, а также консультантов из фонда рабочей академии, написали проект и распространили свой проект по всей поликлинике. То есть мы напечатали 300 вот таких вот зеленых листочков, что даст работникам предприятия принятие проекта коллективного договора, подготовленной профсоюзом действия. Кто интересовался глубже, но таких немного, раздавали целиком проект коллективного договора от работников. Ну, вы сами понимаете, мало кто читает целиком, поэтому для большинства выжимка, для тех, кому очень интересно, соответственно, целиком проект. Но я продолжу рассказывать сюжет этого детектива. 28 мая секретная комиссия, настолько секретная, что никто не знает, кто же составлял проект коллективного договора, наконец-то вывешивает на сайт нашей поликлиники проект коллективного договора. Мы открываем этот проект и просто замираем от удивления. На первой странице основного текста есть такой пункт. На общем собрании конференции работники, в скобках не члены профсоюза, поручили правкому представлять их интересы. Протокол номер один от 12 октября 2018 года. То есть, прочитав этот пункт, мы понимаем, что весь коллектив просто прокатили мимо заключения коллективного договора, и все вот эти игры в делегатов остались играми где-то там на бумаге. Первыми отреагировало отделение скорой помощи. Помимо профсоюза действий на отделение создался комитет отделения скорой помощи. И мы двумя коллективами, которые плавно перетекают друг в друга, написали предложение, которое хочет от нас администрация, и оно просто желает добавить наши предложения. Естественно, они должны быть очень обоснованными в свой проект коллективного договора. Также комитет скорой помощи написал свои предложения. Я, как председатель первичной профсоюзной организации, уже 31 числа отдал не только предложение в количестве 219 пунктов, но еще и проект коллективного договора от работников, с которым ознакомлены сотрудники поликлиники, а также в электронном виде отправил это на сайт поликлиники. Также комитет отделения скорой помощи отправит свои предложения на сайт поликлиники, а также в понедельник, непосредственно 3 числа, отнесет их в письменном виде. Итак, сотрудники скорой помощи призывают администрацию соблюсти законность при принятии коллективного договора. И в связи с этим выдвигают следующие требования. Первое. Все-таки опубликовать полный список делегатов от городской поликлиники номер 52 от всех подразделений. Второе. Признать стороной в принятии коллективного договора единый представительный орган, состоящий из делегатов городской поликлиники номер 52 от всех отделений, а также по одному представителю от каждого профсоюза. Третье. Согласно трудовому кодексу освободить от работы на время ведения переговоров до трех месяцев всех делегатов от коллектива. Четвертое. За 7 дней до начала переговоров насправить письменное уведомление в единый представительный орган делегатов от поликлиники 52-й поликлиники. И пятое. За основу принять все-таки проект коллективного договора, который разработан на отделении скорой помощи, комитетом отделения скорой помощи, а также профсоюзом действия. Какой урок можно извлечь из данной ситуации? Ну, во-первых, все правильно говорят в Красном университете о том, что коллективный договор надо без спешки составлять вне зависимости, на каком этапе есть ли борьба на данном предприятии, нет борьбы, но проект коллективного договора всегда должен быть на руках. Так и у нас получилось. То есть, профсоюз писал этот неспешно коллективный договор, консультировался, в том числе и в Красном университете, составили хороший проект коллективного договора и неспеша продвигали его в коллективе. И вот когда возникла стихийность, а стихийность рано или поздно возникает на многих предприятиях, то там уже нет до структурированного коллективного договора, но в спешке, в горячке можно составить там 10-12 пунктов, но совершенно не 200, не 300, не 400. И по большому счету весь вот эту стихийность просто спустить. Спустить пары и ничего по большому счету не добиться. Ну и вот здесь получилось примерно так же, что администрация 28-го числа во вторник вывешивает. Это как раз было у меня после смены. И еще несколько человек из профсоюза тоже были после смены, особо не думается. На следующий день среда, ну там собралось, кто приехал с дачи, там у нас собралось немного, человека 4, и там совершенно не доставление коллективного договора. Там просто решали, как делать, что делать, как поступать. В четверг снова идти на сутки, но благодаря тому, что коллективный договор был, проект коллективного договора был на руках, то, соответственно, уже в пятницу от профсоюза действия уже лежали на столе у главного врача предложения, ни много, ни мало, 219 пунктов. И мы уже еще дополнительно участвуем в комитете отделения скорой помощи, и там вносим уже разработанное предложение, поэтому там тоже все идет конструктивно. И, подводя итоги вышесказанному, просим выйти на связь на меня, либо на председателя комитета отделения скорой помощи Трегубову Наталью Александровну, всех секретных представителей делегатов от отделения городской поликлиники номер 52, для того, чтобы сформировать единый представительный орган для ведения переговоров по коллективному договору. Ну, а в следующем ролике я расскажу, проанализирую полностью проект коллективного договора, которая выставила администрации нашей поликлиники, потому что после первого прочтения этого коллективного договора у меня появилось единственное предложение – это выбросить этот коллективный проект коллективного договора от администрации в урну вместе с самой администрацией. А пока, пока. Субтитры создавал DimaTorzok